Туризм как конкурентно способная и эффективная отрасль экономики. При грамотном подходе это осуществимо. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета, который проходит в Крыму. Внутренние перевозки, прозрачность работы туриндустрии, привлечение инвестиций и много что еще. Глава государства обозначил приоритетные направления и дал ряд поручений правительству. Подробности узнаем нашего корреспондента Дениса Давыдова. Он в прямом эфире. Денис, вам слово. Да, Валерия, заседание президиума Госсовета в эти минуты еще продолжается. Его тема развития внутреннего туризма. И время, и место для работы выбрано не случайно. Крым одно из популярнейших направлений в этом году у россиян. Здесь уже отдохнули почти 3 миллиона человек. И цифры не окончательные, поскольку бархатный сезон в разгаре. Ни гостиницы, ни санатории здесь не пустуют. При этом, как отметил президент, не весь потенциал востребован. Не так популярно внутреннее направление у россиян, каким оно могло быть. Путин привел в пример страны Европы, страны Азии, где до 80% граждан предпочитают отдыхать у себя на родине. Мы в этой конкуренции долгое время уступали. И уступали значительно. Прежде всего, из-за недостаточно развитой туристической инфраструктуры и невысокого качества услуг, сервиса. Ситуация сегодня постепенно, медленно, но всё-таки меняется. Так, количество путешествующих по России в 2014 году выросло почти на 30% и достигло 41,5 миллиона человек. Кроме того, на 16% увеличился и въездной туризм. Вот таким примером российского курорта мирового уровня, причем круглогодичного курорта мирового уровня, по праву можно назвать Сочи. Там турпоток всегда высокий. Построена масса современных гостиниц. Вообще по этому компоненту отрасль в новейшей истории сделала качественный скачок вперед по сравнению с советским периодом. Гостиниц больше, чем в два раза построено. Если в конце 80-х их насчитывалось около 7 тысяч, то сейчас в России действует примерно 16 тысяч отелей. Но при этом Путин отметил, что необходима их сертификация в соответствии с мировыми требованиями. Также нужно повышать уровень сервиса и цены делать максимально доступными для туристов. Путин отметил, что до 70% цены на туры составляют транспортные расходы. Шла речь не только о внутреннем, но и о въездном туризме. Это могла быть одной из существенных статей доходов российского бюджета. И для того, чтобы иностранные гости активнее приезжали в нашу страну, им нужно упростить процедуру въезда. Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть и дальнейшее упрощение некоторых визовых формальностей. Например, расширить практику применения группового безвизового обмена. Можно сделать это для всей группы стран, которых мы называем странами БРИКС. Сейчас такая практика применяется в отношениях с Китайской Народной Республикой в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. В целом, как показывает и российский, и мировой опыт, либерализация визового режима почти всегда приводит к росту туристических потоков. У нас вот, по примеру, можно сказать, из Израиля, как только отменили, в два с лишним раза поток граждан из Израиля в России увеличился, в два с лишним раза. В Турции, из Турции на 41%, из Кореи на 40%, из Республики Кореи. Это был наш корреспондент Денис Давыдов о президиуме Госсовета, которое в эти минуты президент проводит в Крыму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!